МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул. Здравствуйте. И в этом выпуске. В полиции разыскивается без вести пропавший Тюрников Дмитрий Александрович, 1977 года рождения, уроженец города Архангельска, проживающий в Нарьенмаре. Почему аэродромы в сельских населенных пунктах потеряли свой статус? Возвращаемся к истории вопроса. Валерий Гударев бьет в бубен, как заправский шаман. Производством этого древнего атрибута для магических обрядов мастер занялся 12 лет назад. Творите добро, и оно обязательно к вам вернется. Телеканал Север побывал на генеральной репетиции благотворительного концерта. Полиции разыскивается без вести пропавший Тюрников Дмитрий Александрович, 1977 года рождения, уроженец города Архангельска, проживающий в Нарьенмаре, который 23 мая 2021 года около 21 часа ушел из дома, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. На вид мужчине около 45 лет, среднего телосложения, рост около 176 сантиметров. Волосы средней длины, русо-рыжеватого цвета. Был одет в зимний рабочий цельный костюм, верхняя часть которого с рукавами черного цвета, а нижняя часть серого цвета. Костюм застегивается при помощи молнии. Шапка серого цвета, сапоги пробковые, темного цвета. Со слов супруги разыскиваемого, последний, двигаясь по тротуару, скрылся за домом номер 10 по улице Сущинского в Нарьенмаре, и его дальнейшее местонахождение не установлено. Предположительно, разыскиваемый мог уйти в лесной массив в сторону старого аэропорта, городской свалки, воинской части и безымянного кладбища. Поисковые работы ведут сотрудники УМВД с привлечением волонтеров. Полиция обращается ко всем жителям региона. Если вам что-нибудь известно о местонахождении разыскиваемого человека, сообщите в дежурную часть УМВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02-102 с мобильного или по номеру 4-21-26. Все аэропорты и взлетно-посадочные площадки Ненинского автономного округа продолжат работу в штатном режиме. Постановление правительства, которое премьер России подписал 24 мая в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, всего лишь упорядочивает статус взлетно-посадочных площадок в сельских населенных пунктах Ненинского автономного округа. Информация, которая прошла в соцсетях о том, что якобы будет нарушено или запрещено авиасообщение наших населенных пунктов, находящихся на сельской территории, это неверная информация. Они как работали, так и будут работать. В настоящее время то постановление просто приводит в порядок федеральные нормативы. У нас в настоящее время работают в населенных пунктах взлетно-посадочные полосы в том же штатном режиме и три наших аэродрома, это, еще раз напомню, Нарьенмар, Варанде и Амдерма, работают тоже в штатном режиме. А теперь к истории вопроса. Почему аэродромы в сельских населенных пунктах потеряли свой статус аэродромов? Дело в том, что в советские времена вот эти сельские аэродромы, это были аэродромы класса Е. Эти аэродромы в сельских населенных пунктах Ненинского автономного округа еще пять лет назад получили статус взлетно-посадочных площадок. Почему это было сделано? Потому что есть федеральные авиационные правила, у которых разные требования к аэродромам, площадкам. Площадкам, кстати, и сейчас нет этих требований. Но к аэродромам требования очень жесткие федеральные авиационные правила. Это необходимость ограждений, служб безопасности и так далее, и так далее. И так далее, что за собой ведет очень существенное финансирование. Поэтому с точки зрения экономики эти вопросы, предложение такое поступило, и эти все аэродромы были практически, основная часть, переведены в взлетно-посадочные площадки. Но сделано это было решением территориального управления гражданской авиации, архангельского управления решения. Что в принципе неправильно. В соответствии с воздушным кодексом эти решения должны приниматься не ниже уровня правительства. Поэтому было приведено в соответствии с федеральным законодательством. Вот эти все площадки, аэродромы уже не существующие, они были формально переведены в площадки. Если бы этот пробел не устранили на федеральном уровне, то все взлетно-посадочные площадки в селах, которые, по сути, аэродромами не являются, пришлось бы обустроить по аналогии с аэропортом Наринмара. На сегодня правительство уже понимает, что это невыполнимо, и кто-то должен за это платить. Авиакомпания может это сделать только через стоимость билета. А расходы там просто неподъемные ни для кого. Ни один бюджет субъекта не потянет их, не потянет их авиакомпания. А в итоге это все равно должен будет платить пассажир. Это в разы вырастет цена билетов. Поэтому сегодня, понимая, что это невыполнимо, я думаю, проще отменить эти завышенные требования, так как нам достаточно того, что наш представитель аэропорта компании есть на площадке, который утром осматривает ее на наличие посторонних предметов, посторонних людей, животных и так далее. Он дает техническую угодность, он дает погоду, он осуществляет досмотр пассажиров, взвешивание их багажа и оформление билетов. Этого вполне достаточно для любого населенного пункта в нашем округе, куда летает один-два раза в неделю воздушное судно Ан-2 или Ми-8. Мы как летали, так и будем летать на посадочные площадки Коткина, Индига, Шойна, Пеша и так далее. Нам осталось лишь пожелать счастливого полета всем сельским жителям. Наталья Дуркина, Ольга Русул, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Жители Ненецкого округа, решившие принять участие в голосовании на праймере с «Единой Россией», но столкнувшиеся с трудностями процедуры, могут опродиться за помощью в региональную общественную приемную. Здесь объяснят и помогут. Зоурбек Абдул Халикович честно признаётся, с мобильным телефоном не дружит, самостоятельно пройти регистрацию и проголосовать не получилось. Поэтому сегодня он обратился за помощью в общественную приемную. Я пришёл, чтобы предварительно проголосовать, так как предстоят в сентябре голосования, выборы в Государственную Думу. Хочу отдать голос, потому что я летом и вообще могу быть в то время не в округе. По вопросам предварительного голосования жители округа могут обратиться в региональную общественную приемную напрямую или по телефону. Звонки поступают по вопросам, например, не могут люди найти свой адрес в графе. Также звонки поступают в основном от жителей старшего поколения. В Ненецком автономном округе в предварительном голосовании на 9 утра пятницы 28 мая приняли участие 2083 человека. Кроме того, на этот час на сайте предварительного голосования зарегистрировались уже 2949 человек или более 8,7% от общего числа избирателей в регионе. Если кто-то не понимает, как произвести голосование или возникли трудности с кнопками, некоторые не могут заметить кнопку бюллетени, вот нажимаем «Хочу проголосовать», жмем «Войти через госуслуги», телефон, почта, снился ли, логин. То можно позвонить по телефону в прием Дмитрия Анатольевича Медведева, который у нас в Арктике находится, телефон 2-16-90. И второй телефон – это телефон регионального исполнительного комитета партии «День России» в Ненецком автономном округе. Зарегистрироваться на сайте pg.er.ru для участия в электронном голосовании можно до 23.59 в пятницу 28 мая. Для того, чтобы проголосовать онлайн, надо иметь учетную запись на портале госуслуги. Это сделано для того, чтобы обеспечить каждому человеку, жителю нашей страны, даже не являющемуся членом партии «Единая Россия», понимание, кто пойдет и как. Мы единственная партия, которая проводит такие праймери с предварительным голосованием по отбору кандидатов в стране. Участником, кандидатом может стать любой человек. Главное, чтобы он был не членом другой партии. То есть это беспартийный, человек, который занимается общественной деятельностью, сторонник партии «Единая Россия» или член партии «Единая Россия». И второе, каждый может проголосовать за того или иного кандидата на праймере, даже члены других партий. Напомним, на предварительное партийное голосование выдвинуты кандидатуры для последующего выдвижения от партии на предстоящих выборах в депутаты Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва. Они пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Ольга Русул, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Предприниматель из Нарьинмара Валерий Гудрев стал победителем конкурса «Экспортер года». О том, когда хобби становится успешным бизнесом, расскажет Александра Литкова. Валерий Гудрев бьет в бубен, как заправский шаман. Производством этого древнего атрибута для магических обрядов мастер занялся 12 лет назад. Материалы для производства Валерий готовит в основном сам. Мембраны из шкур оленя, которые мужчина выделывает также собственноручно. Обод из дерева. Стоит отметить, что сегодня не обязательно быть шаманом, чтобы приобрести бубен. Большие, средние и маленькие – такие, что можно в кармане с собой носить. Бубны производства Нарьинмарского предпринимателя разлетаются практически по всему миру. Бубны его уходят как в Норвегию, США, Канаду, Японию, Швецию, Испанию, Францию. То есть широкий спектр стран. Его бубны мы выводим на электронные торговые площадки, такие как ЕТСИ. В этом году Валерий Гудрев стал победителем конкурса «Экспортер года» за успешный проект по экспорту ненецких бубнов. Конкурс проводится во второй раз. Сначала на региональном уровне, затем на федеральном. У нас маленький регион, и у нас нет таких крупных производственных масштабов каких-то, да, нет предприятий, которые могли бы что-то производить. Поэтому мы, в принципе, стараемся из каждого маленького ИП или ОООшки выводить на экспорт то, что они производят своими руками, а не на производстве. Как, в частности, с Валерием Гудревым, как у нас есть Суховарова Ольга, да, у нас есть Безумов, замечательный Косторез. Вот, поэтому стараемся как-то поддерживать наш малый и средний бизнес и выводить их по возможности на экспорт. Кроме интернет-площадок, бубны Валерия Гударева можно приобрести на различных ярмарках мастеров, в которых предприниматели регулярно принимают участие. Век информационных технологий активно процветает мошенничество. С развитием скоростного интернета, онлайн-банкинга, стираются границы и злоумышленники завладевают денежными средствами граждан. Киберпреступления регулярно видоизменяются. Как обезопасить себя и свой кошелек в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Из-за специфики нашего региона жители осуществляют покупки в большей степени в онлайн-магазинах, в особенности таких, как Авито, Циан, Юла и так далее. Там мошенники предлагают товар по низкой стоимости, и покупатели вступают в сделку. Прежде чем совершать покупку, необходимо проверить принадлежность номера телефона продавцу и посмотреть отзывы о нём. Помимо абонентского номера и отзывов, необходимо данный абонентский номер ввести в поисковых строках, и уже там также могут выйти те или иные отзывы. Ну и, соответственно, в ходе телефонного разговора обращать внимание на все нюансы, с кем вы разговариваете, по голосу определить, человек благонадёжен, неблагонадёжен. Все вот эти параметры, они имеют место. Также следует обращать внимание на ссылку интернет-магазина. Злоумышленники зачастую создают сайты-клоны. Покупателям необходимо проверять ссылку на наличие удвоенных букв, других символов, которых в оригинале быть не должно. Следующий вид мошенничества – когда продавец законопослушный гражданин, а покупатель является злоумышленником. В последнее время у нас широкое распространение имеет так называемые безопасные сделки, при которых физический продавец и покупатель не контактируют, а находятся в различных регионах. И для решения оплаты покупатель якобы направляет ссылку на безопасный перевод денежных средств. В данном случае также нет. Ни в коем случае не стоит бездумно переходить по данным ссылкам. Один из популярных видов мошенничества происходит через социальные сети. Пользователи переходят по ссылкам с опросами и теряют доступ к своей странице, которой заводевают киберпреступники. Далее мошенники отправляют сообщения в списку контактов с просьбой отправить деньги, так как кто-то попал в беду или просто нужно выручить. В данном случае, что необходимо, когда вы получаете такое сообщение, свяжитесь с владельцем страницы в социальной сети. Убедитесь в том, с какой целью он занимает денежные средства, если вы готовы выдать данную сумму. Что случилось, если это какая-то беда. И вы уже сразу пресечете на данном этапе совершение противоправных действий в отношении вас. С подобными просьбами злоумышленники могут также позвонить на ваш личный номер телефона, представившись сотрудником полиции или знакомым. Ни в коем случае не переводите денежные средства. Не менее известный вид мошенничества – якобы блокировка банковской карты или предотвращение транзакции денежных средств. Что нужно помнить всегда – сотрудник банка ни в коем случае не будет звонить по таким поводам. Банки блокируют данные операции сами, впоследствии уведомляя через смс-информирование, либо посредством онлайн-приложений о том, что те или иные операции заблокированы. Что делают в данном случае мошенники? Мошенникам необходимо завладеть, помимо того, что реквизитами счета вашей банковской карты, необходимо также зачастую им подвести. Они хотят подвести вас к банкомату, чтобы вы провели под диктовку те или иные операции по переводу денежных средств на счета, которые называют они. Необходимо прекратить дальнейшее общение с мошенниками и позвонить в свой банк, рассказав всю информацию, полученную от злоумышленников. По статистике, только 30% дел, связанных с мошенничеством, раскрывают. Жители регионов в прошлом году распрощались более чем с 5 миллионами рублей. Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам вас одурачить. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал Север. На генеральной репетиции благотворительного концерта «Взрослые детям» во Дворце культуры Арктика побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзийского. На сцене Дворца культуры Арктика артисты и общественно-политические деятели готовятся к третьему благотворительному концерту «Взрослые дети». Идея проведения мероприятия принадлежит сенатору Российской Федерации от Ненецкого автономного округа Риме Галушиной. На самом деле у нас бывают такие случаи, когда помощь семье с детьми нужна здесь и сейчас. И, к сожалению, не всегда это подпадает под какие-то уже нормативно установленные социальные гарантии. И, конечно же, всегда хочется иметь какую-то вот такую подушку безопасности, когда можно понимать, что куда ты в этом случае можешь обратиться. И вот мы решили в 2018 году провести такой концерт взрослым и детям, чтобы деньги были перечислены в Красный Крест. И они были вот такими целевыми для помощи семьей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Благотворительные концерты на сегодняшний день набирают большую популярность. И несмотря на то, что мероприятие проводится только третий раз, с каждым годом оно становится более разнообразным. Концепция этого мероприятия чем-то похожа на добрые песни. Но разница здесь в том, что также принимают общественные и политические деятели участие, но при этом номера они делают вместе с детьми. И при этом они разножанровые. То есть здесь и театр, и песня, и танец. И даже в этом году модный показ. Именно благодаря тому, что общественно-политические деятели работают над концертными номерами вместе с детьми, они более углубляются в различные проблемы. За меня. Несмотря на занятость представителей власти, они активно участвуют в мероприятии. Юлия Адащук принимает участие в каждом благотворительном концерте. Для меня это уже третий год благотворительных концертов. Это очень интересное время. Подготовки, сам концерт, закулисные вот эти наши какие-то мероприятия. Потому что здесь своя жизнь, а там целый мир. Это очень интересно на самом деле. И очень приятно, что мы имеем возможность помочь людям, у которых нет возможности помочь самим себе иногда. Благотворительный концерт пройдет 30 мая в 16 часов во Дворце культуры Арктика. Программа напомнит о культовых детских песнях. И взрослые, примеряя на себе необычные сказочные образы, на время станут детьми. Придя на мероприятие, вы сделаете мир добрее. И поможете всем тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи.